Правительство пошло всем нам навстречу. Берег турецкий вновь открыло для всех нас. И тут же мы отправились навстречу со Средиземным морем, солнца не боясь. А чё бояться? Мы же все привыкли на Средиземном море отдыхать. Поэтому будем здесь загорать и веселиться, и вам докладывать, тишь здесь на море или гладь. Уважаемые любители рок-музыки, я должен покаяться перед вами и попросить прощения. Знаю, что вы скажете. Да ты что? Ты ж такой хороший. Что ж ты такого натворил, что мы прощать тебя должны? Я сильно согрешил. Причем трижды. Представьте себе, аж три раза. Если вы обрадовались и подумали, что я трижды изменил своему гениальному продюсеру и режиссеру, то тут я вас огорчу. Такого она не допустит. Я постоянно должен находиться пред её светлые и прекрасные очи. И днём, и ночью. Тут номер не пройдёт. Я хуже трижды согрешил. Я трижды согрешил не перед продюсером, а перед вами, уважаемые любители рок-музыки. Но в своё оправдание могу сказать только одно, что грешил перед вами вынужденно от безысходности. Просто у нас накопилось столько видеоматериала, что нам приходится с некоторым запозданием его показывать. А то и вообще прерывать показы своих рок-путешествий, чтобы показать более актуальный материал, не требующий отлагательства, типа Дня Народного Единства или Хэллоуина. Первый раз я согрешил, когда показывал вам рок-путешествия по Камчатке больше месяца. Хотя были мы там всего пять дней, но наш гениальный режиссёр снял столько серий, что многие спрашивали меня, вы что там, поселились? Второй раз, как вы уже поняли, я вынужденно согрешил вам с Турцией, где мы были ещё в августе, но показывать начали её месяц спустя из-за Камчатки. Многие опять удивлялись, неужели там в октябре так жарко? Ещё как жарко, уважаемые любители рок-музыки, особенно если ты отдыхаешь там в августе, который в Турции самый жаркий месяц. Третий раз я согрешил перед вами две недели назад, когда открыл канал Волщука СД в конкурирующей сети ТикТок. И для того, чтобы все узнали об этом, целых две недели показывал вам скетчи из жизни клоуна и его весёлой семейки. Там у меня клоунский канал. Я просто подумал, ну раз многие называют меня клоуном от рок-музыки, то есть делают мне такой высокий комплимент, ведь клоун это артист высшей квалификации, то я решил в благодарность таким людям сделать там клоунский канал и опять прервал показы рок-путешествий. Поэтому сейчас я опять начну грешить и продолжу запоздалый показ нашего августовского рок-путешествия в Турцию. Ведь нам ещё много чего вам надо показать и рассказать. Там даже есть репортаж с концерта турецкой рок-группы. Любители рок-музыки не простят мне, если я этого не покажу. Это уже будет действительно очень тяжкий грех, но это будет чуть позже. А сегодня я расскажу вам о своём любимом виде отдыха, который называется тюленьем. Это когда лежишь на песочке, или лежишь на диване, или лежишь на шезлонге. Ну, в общем, это когда лежишь и изредка плещешься в прохладной морской водичке, чтобы потом опять лежать на солнышке. Вот ради этого я и езжу в Турцию. Хотя и здесь мне не даёт спокойно лежать мой гениальный продюсер. Заставляет заниматься то акваэробикой, то всякими водными видами спорта и развлечениями, и то ходить по всяким злачным местам. Говорит, тебе не лежать, надо шевелиться. Для рокера, говорит, ты слишком толстоват. Ну, не понимает человек ничего в рок-музыке. Я ж красавчик, ну согласитесь. Не то, что всякие там измождённые хэви-металлюги или панки с впалыми щеками. Но гениальный режиссёр с этим не согласен. Не заставляет меня ездить по всяким Памуккале, Иерополисом и прочим турецким достопримечательностям. Поэтому и сегодня я буду больше рассказывать и показывать всякие акваэробики и прочие непотребности, чем тюлений отдых. И единственное, чем я вас порадую, так это тем, что мы с вами отведаем турецкую шаурму. Вот это как раз из рассказа о тюленьем отдыхе. В тюленью нужно же иногда отдохнуть от отдыха и слегка перекусить шаурмой или каким-нибудь пляжным хот-догом. Вот так. Уважаемые любители рок-музыки, ну, видите, в Арабии мне присвоили звание арабского рок-шейха, а в Турции мне присвоили звание турецкого рок-султана и подарили вот этот богатейший халат и феску. Как вам, уважаемые любители рок-музыки, как вам, я похож на турецкого рок-султана? Вот только скажите, что не похож. Ребята, вы что? Я прям вылитый. Вылитый рок-султан. Помните, Сулейман великолепный. Вот я волосюк из-за великолепный. А обратите внимание, какие виды сзади? А вы говорите, что плохой отель. Да прекрасный отель. Вы что, шутите что ли? Видите, какие номера хорошие, с балкончиками. Все вокруг одни рестораны. Наслаждаешь жизнью. И сочиняю вам турецкую песню. Вы не забыли, что я из каждой поездки я тебе привожу по песне? Уже набросал, набросал. Скоро будем снимать клипик на наш знаменитый айфон 12. Передо мной наш знаменитый режиссер и продюсер. Не даст соврать, что клип скоро начнем снимать. Мелодия ей уже понравилась. Продюсер одобрил, продюсер одобрил мелодию турецкую, знаете, такую хорошую с ихними духовыми инструментами. Все будет хорошо. Поэтому, уважаемые любители музыки, вы там не расслабляйтесь. Мы скоро приедем. Нам осталось каких-то несчастных пять дней. И скоро будете слушать клипик. Но я сделаю небольшой анонсик. Прежде чем турецкий клип показать, мы все-таки споем детскую песенку на 1 сентября. Это обязательно. Без этого, вы же понимаете, нельзя. Ну, детей обижать нельзя. Поймите это. Поэтому к 1 сентября, к дню знаний, я деткам тоже сочиняю здесь. Вот пока вот время есть. Сочиняем детскую песенку. Ты любишь детские песни, мальчик? Да. А я как раз детский композитор. Я обожаю детские песни сочинять. Ну, типа, знаешь, послушай, мальчик, не спеши. Еще успеешь стать большим. Не слышал ты такую песню? Еще успеешь, взрослый рай. Лучше в песочнице играй. Вот. А устами младенца всегда говорит истина. Правильно? О, а вы говорите, что я плохие песни сочиняю. Вы что, мужики, уважаемые любители рок-музыки? Так что будет целая пластинка детских песенок. Вот так. Погнали на пляж. Наблюдают турки за мной. Что-то им понравилось. Им нравится русский рок-звезд. Ну, а что делать? Всем нравится. Ну, всюду же я не могу приехать. Только в Турцию. В Арабию. Куда-нибудь еще. На Камчатку. В Владивосток. Опоздал на самолет. Ну, ничего. Ну, я надеюсь, вам понравился клип про Владивосток. Спросил у местных турков. Проходили только что. Я говорю, скажите, похож я на человека или нет? Они говорят, то вы что, мы издали увидели, как вы похожи на человека. И поэтому подошли к нам. Вот так. А вы говорите, что я не похож на рок-звезду. Да вы что? Вы шутите. Я самая настоящая рок-звезда. Вы будете смеяться. Но мы идем в одно из заведений пляжных, где готовят прекрасные блюда. Видите? Фрикадельки. Вот такие вот. Хот-доги. Хот-доги. И мы подходим к главному киоску на этом пляже, который продает шаурму. Вот скажите, а кто из вас не ел шаурму? Есть такие? А я уверен, что большинство из вас ее не ела, а я ел. И скажу вам, в Москве делают прекрасную шаурму и в Питере делают хорошую шаверму, как они говорят. А здесь шаурму делают. Поэтому идемте, закажем. И для членов гром-группы Волочука СД, и для лично Волочука СД. А потом закусим мороженое. Вы не против? Идемте. Здравствуйте. Мне две штуки в лаваше. Ту. Ту-тун. Ту. Остальные участники рог-группы решили воздержаться. Они решили взять себе хот-доги. Ну, что ты сделаешь? Ну, нету вкуса у людей хорошего. Вот воспитывают, воспитывают. Все равно берут хот-доги. на что за народ пошел. С горчейцей, с кетчупом, Ну, вот что возьмем. Смотрите. Помидорчики, соленькие огурчики. Видите, раскладываюсь. Уважаемый любитель рог-музыки, пробую на вкус. Шаурму. Хорошо. Лавашики, как положено, с огурчиками, с капустой, с помидорами. Для пляжного перекуса то, что надо. И демонад холодный. Можно жить, кто так бы я сказал. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Валащу.